и еще немного по крапивницкому поскольку полиция продемонстрировала свое видео продемонстрировала она это видео журналистам и вот я сейчас вам буду показывать видео частично его комментировать и вы увидите что там в этом видео очень много склеек и переходов эти склейки делал не я то есть я вам покажу полностью все то что они показали и буду добавлять свои еще комментарии но вот вырезанные фрагменты они вырезаны не мной к вырезанные самими полицейские причем они вырезаны в таких моментах которые были бы интересно увидеть для того чтобы дать полноценную оценку данной ситуации но данных фрагментов нет почему они вырезаны ну можно только догадываться и так давайте да и видео плохой звук но звук опять-таки не моя это парафия пытался сделать как можно лучше но как получилось в принципе можно разобрать все практически все о чем говорят на этом видео об wide добрый вечер в сезоне полиции добры марицы и в действительности в действительности Вас укорено в ст. 35. национальной политике в фунте 3. А именно за вакциальные несправности вашей транспортной деятельности А именно в режиме Может, вы на месте сейчас что-то попробовали? Давайте проверим ваше предсвящение арестрационное территорище оборудование пока вы можете это сделать Как вы говорите? Что вы говорите? Что вы говорите? Угу Подъявить, посвящаю администрационное поисло оборудовского страхования для ознайомлення Прочинаете, а что нет? Что? Что я вам скажу Подъявить для ознайомлення Водить Для ознайомлення А зараз Мы зараз ознайомли Если вы тут омешкаете проверим у вас и пойдете досугодом Все Водить Вы чуете? Мы начнем Подъявить посвящение воде реестрационное для ознайомлення Водить Вы чуете? Вы чуете? Вы, Водить У нас есть видеофиксирование Мы вас попередим Дякую Вы чуете? Вы чуете? Вы чуете? Вы чуете? Вы чуете? Водить Чуете? Так просто для ознайомлення на другом праце не по полиции Я же вам представилась Я же на нас кем не сплююсь Чуете? За две минуты Вы услышали несколько раз как девушка полицейский предлагает водителю показать документы для ознакомления Она там говорит Я посмотрю и вы себе пойдете домой Если все нормально Я об этом говорю уже много-много раз Нет такого для ознакомления полицейские но дуплитесь реально нету такого для ознакомления Проверка документов это превентивная полицейская мера и осуществляется она исключительно для того чтобы полицейский выполнял свои полномочия а просто посмотреть и вы пойдете домой нет такого нигде ни в одном законе что вы хотите начинайте Ваши 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 А в общем какого я не имею в виду плаш я не имею я господинал что это значит почему я возглавляю на консиции новой от Александра туда туда проходите тогда Света чтобы Вас не видела вот этот фрагмент очень важный почему они в этом обвиняли в том что он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения но вот на этом фрагменте видно что речь у данного погибшего человека достаточно внятная и как бы я не утверждаю что был он или не был но в принципе по нему ну скажем однозначно сказать нельзя что он был и что самое интересное на всем видео вот как до этого так и после вы не услышите ни одного слова ни от одного полицейского который вдруг заподозрил бы водителя в том что он находится в состоянии опьянения хотя их начальник цюцюра вот он на своем брифинге четко и понятно заявлял что полицейские выявили признаки під час спілкувания с цим водием были выявлены ознаки алкогольного спьянения ибо выкликальный допоміжный экипаж но опять-таки на видео мы этого не увидели о чем это говорит говорит это о стандартной ихней работе этой дебильной когда в таких вот случаях особенно таких вот страшных они начинают навешивать на пострадавшую сторону всякую вот эту вот хрень что он там вел себя неадекватно хамил ругался матюкался или вот был состоянии опьянения для чего это делается для того чтобы сформировать у общественности негативное отношение к пострадавшему и таким образом как бы сами себя они пытаются выгородить давайте дальше я вам рекомендую расслабиться я вам рекомендую сейчас расслабиться да мне без разницы сюда к машине а ты шли а где радиостанция где радиостанция стой тебя стой стой руки от меня уберите стой стоять я буду задерживать в сторону отошли руки за спину руки за спину свои руки за спину руки за спину руки за спину свои руки за спину полицию вызывайте в сторону отошли руки за спину смотри руки за спину Руки за спину, вы выполняете требования, руки за спину, еще раз говорю, я одену оружие, руки за спину, мужчина руки за спину, еще раз говорю, вы не выполняете требования. Руки за спину, 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 руки за Вы слышите? Ничего не заберу врачей! Мужчина, руки засти! Руки засти! Ничего это не дров, не дров! Всё не дров! Ох, так серьезно. Рука за остальню сказала. Рука за остальню. Рука за остальню. Рука за остальню. Простойте. Вы за тренинг. Вы за тренинг. Выкачировали с нынешкой, а если не помните. Вам с вашими ушками. Вы за тренинг. Подождите. Минулый чуть-чуть. на этом видео с бодикамеры их них которые находятся у полицейских на груди заканчивается и они переходят уже видео как я понимаю которая фиксируется из автомобиля склейки вы увидели до вплоть даже до того что склейка вот в сам момент когда они человека ложили на землю тоже там какая-то склейка что-то вырезано почему вы это вырезаете покажите но вы же такие правдорубы все покажите все что было вот вы там утверждаете что он ударил кого-то окей допустим покажите нам все на этом видео видно как наносится удар патрулью полицейских можно по ходу сказать какие ушкоджения у патрульных полицейских сейчас еще не можем патрульные полицейские пройшли медосвідувание на данный момент документы были получены по криминальной в момент затримания будь ласка в момент затримания ніяких жодных ударов особо не наносится ось просто кладется на землю просто кладется жодного удару жодного ни руками ни руками ни ногами в этот момент родители пытаются атаковать полицейских и отбивают мы видим что с общей камень ни ударов за гиб руки за спину и вы уже видели по предыдущему видео обычные кайданки одеваются ни ударов ни палками ни руками ни ногами тут вот они показывают кадры именно самого фактического задержания и при этом кто-то там комментатор рассказывает что вот смотрите просто ложим на пол никаких ударов никто не наносит просто ложим на пол и все действительно вот в этом моменте никаких ударов нет но давайте вспомним что говорил сын погибшего я рядом лежал возле него когда меня в наручниках были и ну я вижу ему плохо он бьет его и ушел кровь уже а сын погибшего утверждал что удары наносились уже в тот момент когда и его задержали и когда он лежал рядом на кадрах на вот этих мы видим что сына еще не задержали сын еще вот там вот среди тех людей которые нападают они не нападают толкаются с полицейским и потом резко опять они обрезают и показывают уже фрагмент где погибшему какой-то полицейский оказывает первую помощь и вот там мы уже видим справа в правом нижнем углу вы сейчас увидите там уже лежит сын задержанный там ноги его как раз видны и между вот тем что они показали приговаривая что никаких ударов не наносятся и вот до момента как оказывается первая помощь нет куска видео почему как показывает практика если полиция режет видео и есть что скрывать и вот все вот эти вот вопросы которые я только что озвучил они остаются без ответа я соболезную родственникам погибшего и очень прошу ребят из крапивницкого в частности местный дорожный контроль поддержать в том числе юридически и вот те видео которые не показали в итоге показать общественности чтобы общественность сделала уже свои выводы кто же все-таки виноват потому что у меня подозрение классическое что виноваты у нас полицейские в смерти если даже человек что-то и нарушил то убивать его за это никто не имеет права москве и медийной пищей на дом и в ней все также с высоты и пугают нищих адам швыряют лишних на пол за пару лишних миллиардов а мы не думаем и чем и